Всем активным абонентам тарифного плана «Игровой» от Online доступен уникальный танк 8 уровня в игре World of Tanks. Это несложно. Заходим в личный кабинет и выбираем «Мои услуги» в меню управления услугами. В описании тарифа «Игровой» наводим на World of Tanks и жмем «Активация танка». Принимаем условия подключения услуги и нажимаем «Подключить аккаунт wargaming.net». Вводим логин и пароль и подтверждаем подключение аккаунта. Осталось только «Активировать опцию». После обработки заявки проверяем, что опция активирована. Теперь вы — счастливый обладатель эксклюзивного советского танка Т-44-100Р со стопроцентным экипажем и прокачанным боевым братством. Если говорить исторически про танк Т-44-100, то он являлся некой попыткой все-таки усилить вооружение советского среднего танка, потому что попытка с Т-34 была, мягко говоря, неуспешной. Потому что орудие, хоть и могло быть установлено в танк, но было, скажем так, не предназначено для такого высокого танка и, мягко говоря, всю конструкцию разрушало. Испытания танка Т-44-100 тоже были не очень-то и успешными. К сожалению, все-таки это было слишком мощное орудие для такой платформы, слишком не рассчитан был танк изначально. Хотя показатели с орудием ЛБ-1 были лучше, чем с Д-10Т, но показатели с Д-10Т были, честно говоря, разочаровывающими. Мало того, что после выстрела танк так раскачивал, что сбивало все попытки прицелиться в то же самое место, что и до этого. Но самое главное, что орудие разрушало погон башни, разрушало вообще конструкцию танка и было слишком серьезным для такой боевой машины. Но, тем не менее, испытания прошли, тем не менее, какой-то опыт был получен и в дальнейшем уже на танке Т-54 мы увидим это орудие и видим его, что называется, по наши дни, по самый 21 век. Вот, и, конечно же, нельзя сказать, что Т-44-100, хоть и там не участвовал в боевых действиях, был абсолютно бесполезным. Нет, машина была полезной, она свою роль и свою страницу в истории отечественного танка строения оставила. Тем не менее, в бою все-таки не поучаствовала. Ну, может быть и хорошо, потому что если бы ее пришлось бы доводить в условиях военного времени, то, конечно, масса косяков бы всплыла. Но мне почему-то кажется, что если война бы продолжилась, то именно Т-44-100 пошел бы в бой вместе со сами третьими. Итак, если говорить про бронирование, то оно немножечко есть в ЛД и при довороте может иногда спасать даже от достаточно серьезных снарядов тех же Королевских Тигров. А все остальное, ну, очень-очень редко вас могут спасать борта, экраны вот эти, но я лично в бою особо их преимущества не ощутил. Броня башни не кокущая, пробивается всеми, вся и с любой дистанции. Внутри вас ожидает набор шахида, это топливный бак и боеукладочка рядом. Ну, а боеукладка в башне, слава богу, убирается, если брать 22 снаряда с собой в бой. Хватит этого, но в большинстве случаев должно хватить. К тому же преимущество можно считать пулемет ДШК на крыше, это немножечко может поправлять. Ну и в таком вот сетапчике, который вы видите, нагибается рандом весьма-весьма неплохо. В общем-то, в чем преимущество 44-ки? Да, она может вести бой, скажем так, с противником в лоб в лоб, но это не ее прерогатива, не ее главное преимущество. Главное преимущество это динамика, маневренность, приемистость и, скажем так, низкий силуэт, позволяющий вам обходить противника. И в отличие от огромного количества танков, которые предназначены для ведения боевых действий со второй линии, Т-44-100 как раз таки дарит тот самый бодрый геймплей, ну, по крайней мере, дает возможность его вам получить. Этот вот бодрый геймплей обхода по флангам, удара в тыл куда-нибудь. И при этом танк еще и позволяет, если вы вдруг столкнетесь один на один с неприятелем, ну, скажем так, нанести ему ваншот, ну, или, по крайней мере, смертельную рану прямо в лоб. Тот же, не знаю, Центурион, он и в лоб-то не очень-то бронирован. Вот, и, скажем так, по флангам не позволяет ему динамика. Т-44-100 это такая вот универсальная рабочая машинка, но все-таки, как я считаю, с уклоном именно к фланговым маневрам, для чего, в принципе, средние танки-то и предназначены. Ну, по крайней мере, геймдизайнеры, скорее всего, для этого нам их и пытаются подсунуть. Я очень удивлен, что Т-44-100 не является премиумной боевой машиной, потому что, ну, он хорош. Реально хорош. Ну, я думаю, что изначально думали сделать его премиумным, но когда посмотрели на то, что у советов не хватает вот этого связующего звена между, ну, мягко говоря, не очень Т-44, хотя многие могут со мной поспорить, там есть мощные снаряды, но, блин, только в борта это совсем-совсем печально. Вот, и, конечно же, конечно же, 54-й. Вот, тут пушка показывает там все свои преимущества. Пробивная, достаточно скорострельная, точная, с офигенным заброневым воздействием. Ну, действительно, недостатки есть у этого танка, я не буду говорить, что, оу, ребята, он лишёнок. Но они, скажем так, делают его геймплей ещё более интересным, делают вам немножечко вызова и предлагают, скажем так, какой-то особенный, ну, особенный взгляд на игру. То есть, пушка действительно, да, пробивная, но всё-таки 10,5 секунд это не каких-нибудь 6-7-8. Это всё-таки 10,5, и с ними надо считаться. И учите, что 10,5 это на асах, по факту рандом может рассчитывать секунд на 12, а это всего лишь 5 выстрелов в минуту, и с этим немножечко надо как-то жить. Вот, тем не менее, у пушки есть ещё один недостаток, и он, конечно, присущ большинству советских танков, это углы вертикальной наводки. Конечно же, они, мягко говоря, не радуют и заставляют вас немножко понервничать, а порой и слиться, потому что вам их очень часто будет не хватать, и очень часто они будут играть с вами злую шутку. Но нельзя сказать, что всё, от этого танк становится говном. Нет, он просто, скажем так, требует к себе чуть больше рук, чуть больше какой-то смекалки, чуть больше правильного позиционирования. Тем не менее, могу сказать, что Т-44-100 это, безусловно, прекрасная машина, и я бы даже сказал, в умелых руках имбовая. Вот такое вот у меня заключение. Ну, а вам спасибо за просмотр, кому понравилось, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, рекомендуйте своим друзьям, делайте репосты. Ну, а кто вдруг ещё не зарегистрирован в Тундре, самое время зарегистрироваться, ссылочка в описании. Всё, удачи вам, добра и хорошего настроения. Пока-пока, друзья. Всем-всем привет! Привет! Сегодня, как и было обещано, речь пойдёт о танке Т-44-100Р, который выдаётся абонентам тарифа игровой от Ростелекома. По сути, это старая добрая 44-ка. Ей приделали противокумулятивные экраны, выдали эксклюзивный камуфляж, премиум статус и отправили фармить кредиты, да экипаж качать. Вот, ну и чё, дали нам награду, вот, доставленную в ангар. Поздравляем, в рамках тарифного плана игровой вы стали, вам стали доступны элитный средний танк СССР Т-44-100Р с эксклюзивным камуфляжем. Экипаж обычно 100%, включая боевое братство премиум куант на всё время действия тарифа. Как видим, премиум начислили, дополнительный сорт дали. Ага, показать в ангаре можно. Ну давайте, пока покажем. Вот такой танчик, такие вот боковые экраны у него, смотрите. Так, как я понял, он премиумный, как я понял, да? Правильно же? Премиумная техника, да, на которую можно зарабатывать бабки. Круто! Всё-таки это классно. Так, внешний вид. Надписи, чё он? Можно менять даже, да? Или чё? Нет, менять нельзя. Так, а менять зачем, он так нормально выглядит, в принципе. Что он у нас имеет? Так, 250 среднего урона. Так, чё, давайте поставим. Вентиляцию надо ему купить, конечно. Так, чё у нас ещё тут? Досыпатель, естественно, чтобы он быстрее заряжался. И чё ещё у нас? Так, чё у нас? С наблюдения, если мы вот так вот это поставим, так. Не знаю, чё, третий я поставлю, ладно, потом разберёмся. Пускай пока так будет. Так, голдовые снаряды есть. Это хорошо. Так, тэк. Вот так вот. Вот чё-то у нас... Ну, у нас навыки можно выбрать. Так, давайте выбьем. Лампочку надо ему качать, естественно. Поэтому что надо? Плавный поворот башни давайте. Так, чё это мы? Ремонт давайте. Пускай это. Станем на гусеницу, то долго мы будем чиниться. Ну вот, зацениваем акцию, короче. И шо, попробуйте. Ну, пока что... Такое дворическое... Об этой всей фигне... Мнение почему? Потому что, ну, как бы... Да, они дали танк. Это, да, есть такое. Так, давайте его основном приметим, чтобы он горел. Они дали танк, да, есть такой вариант. Но прикол в том, что они не дали премиум-куант, но... Сам Ростелеком, ну, как бы... Пока что непонятно, потому что, как бы... Вроде, как бы... Так, ускорить, ускорить, конечно, так. Пинг, вроде, у нас чё, но... В принципе, пинг небольшой везде. Как бы на этом, на электронном городе у меня было... На первых, вторых по 80, там на третьих... По 80, где-то по 90, где-то вот так вот. А только на четвёртом и на восьмом было по 20. Ну, сейчас тут почему-то 30, там хотя бы вот тоже 20. Да, ну, Ростелеком он такой-то, я точно знаю. Ну, посмотрим, как будет. Если чё, у меня, в принципе, провод от электронного города остался. Если чё, я быстренько и обратно вернусь, если мне не понравится вдруг. Ну, пока вроде всё нравится, пока вроде всё... Всё нормально, пока что вроде играбельно, нормально. Ну, Тарайн пробовал, 11 мегабайт в секунду где-то качает. Но там ещё этот инженер сказал, типа, что если не типа... Ну, по тростелекому он сказал, типа, что ещё поднимется, потому что там, типа, ещё не настроили оборудование, типа, ну, будет ещё быстрее. Ну, не знаю, будет ли быстрее, посмотрим. Сейчас посмотрим, как пинг... В принципе, не знаю, пинг такой же, как и на электронном городе. Хотя, вроде, как бы, там не оптиво окно у меня было. Наверное. А я и не знаю, что там было. Ну, до 19 я, кстати, падал, но опять поднялся. Ну, в принципе, нормально. Так, ну что-то... Да ладно, чё с ним? Пингом он и там, и там, и там, и тут, и тут, и там был хорош. Давайте, а танчики. Что за такой танчик-то, а? Ну, такой нормальный, да? Ну, да, такой, перезарядочка нормальная. 6, и 69. Так, пробить, я не знаю, сейчас попробуем кого-нибудь пробить. Так, ну, в принципе, кстати... О, 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 10 миллисекундов пинг. О, нифигасе, 19. Ну, такого вот у меня не было. Это, конечно, классно. Это, конечно, зачётно. Зачётно, я не говорю, что это плохо. Как бы это зачётно. Ой, какой он косой. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Косой ты, Вася, как... Как Вася Пупкин косой, короче. Понятно, всё с тобой. Хотя бы, ну, такой уже пробивает Левокс, ведь. То есть, я, по идее, вафленный. Которая будет сейчас все страдать, по-любому. Нормально пробивает, так-то я скажу. Даже, блин... Даже от кого-то это... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Кто-то меня активно там начал дупить. Дупирать. Давай, делайся быстрее. Ну-ну-ну, сваливаем. Смолили, отлично. Зря я, конечно, выехал. Понятно, что нельзя было туда выезжать. По сути. По сути, танк такой, ну... Как бы, неплохой, но и не очень-то он нагибающий. Нормально, такой, средний гитальчик. Нормально, в принципе. Я думаю, что вполне нормально. Не, пробивает, кстати, нормально, я скажу. Нормально пробивает, вполне. Восьмого уровня, вот он... Но, в принципе, без брони, в принципе, ладно. Поэтому, то, что он пробил, это неудивительно. Ну, не знаю, нормальный танчик. Мне кажется, играть можно. Вполне играбельный, как говорится. Играбельный танчик. Ну что же, давайте начнем. Как и положено представителю класса средних танков, Ростелекомовец обладает хорошей динамикой. Возможно, двигатель у него не такой мощный, как хотелось бы. Но за счет отличного сопротивления грунтом, максимальная скорость, которая составляет 52 км в час, набирается довольно быстро. А неплохая маневренность позволяет крутить неповоротливых тяжей и ПТ-ши. В целом, у нас есть возможность одними из первых занимать ключевые позиции, менять фланги и возвращаться на защиту базы. То есть все, что требуется от нормальной СТ-шки, в этом плане имеется. Что касается бронирования, то здесь все по стандарту. Лоб корпуса 90 мм под приличным наклоном, борта 75 и прикрыты они 6-мм экранами, которые защитят тушку от пробития фугасами и, в некоторых случаях, от кумулей. На практике, 44-ка верхним бронелистом неплохо танкует всякую мелочь, а если удастся удачно подвернуть корпус, то и снаряд одноклассника можно отбить. А вот лоб башни, к сожалению, частенько пробивается. На 120-мм маску особо рассчитывать не приходится, поскольку за ней нет основной брони. Рикошеты, конечно, иногда случаются, даже от приличных пушек, но в целом защищенность у башни слабенькая. Отдельно я бы еще хотел отметить критуемость танка. Ни для кого не секрет, что 44-ка с завидным постоянством получает крит БК. К счастью, ни одного взрыва за время покатушек не произошло. Но помимо боеукладки, есть еще и двигатель, который при попадании вражеских снарядов в заднюю часть корпуса сразу начинает болеть, кряхтеть и всячески выманивать ремку. Радует хотя бы то, что горит он редко. Итак, теперь мы наконец-то добрались до орудия. Премиумный Т-44, как и регулярный, обладает довольно приятной пушкой под названием ЛБ-1. 183 мм пробития на ББшках, 235 мм на подкалиберах и 250 единиц урона в среднем за выстрел. Стабилизация, конечная точность и сведение позволяют довольно комфортно играть на средней дистанции и реализовывать приличный ДПМ. Даже углы вертикальной наводки, на удивление, неплохие. 7 градусов вниз и 23 вверх. В сочетании с хорошей динамикой, это орудие дает возможность стабильно наносить пару тысяч урона. Да, пробитие у бронебойных снарядов не самое лучшее, но его вполне хватает, чтобы воевать с восьмерками и девятками. Пожалуй, единственное, на что можно поворчать, это слабенький для СТ-шки 8 уровня обзор, 380 метров. Но в любом случае оптику ставить нужно, потому как 44-ка – один из немногих СТ, которые способны играть достаточно агрессивно. В свое время регулярный Т-44 мне очень понравился. Это типичный представитель настоящих средних танков, которые дают возможность повеселиться. И по большому счету Т-44-100Р от прокачиваемого аналога ничем не отличается. Хотя нет, здесь я вас обманул. Есть одно довольно серьезное отличие. Чтобы получить мастера на премиумной 44-ке, мне пришлось попотеть гораздо больше. А все из-за того, что сейчас, в рамках игрового события «Танковые асы», для владельцев Т-44-100 проходит специальная акция с нехилыми призами. И, соответственно, планка мастера на этом фоне прилично подпрыгнула. В настоящий момент, ачивку можно получить примерно за 1350 чистого опыта, что для восьмерки немало. В итоге пришлось провести почти 40 боев, чтобы наконец-то добиться желаемого результата. Во многом, мне, конечно, помогали очень добрые союзники, которые всячески старались как можно быстрее отправиться в ангар, чтобы оставить побольше домашки и фрагов. Но я, к сожалению, не оправдывал их надежд, поэтому получение мастера затянулось. В целом, как я уже сказал, данный агрегат хорош, и любителям советских СТ он наверняка понравится. Да, у него, конечно, есть свои недостатки в виде нередких критов и слабенького обзора, но за счет своей мобильности и комфортной пушки он многое может себе позволить. Главное, верьте в советскую мощь и возите с собой большой ремкомплект. Всем обладателям Т-44-100Р я желаю успехов в танковых асах, побольше побед и да пребудет с вами мастер!